Акты были запрошены официальным письмом на моем официальном бланке депутатском, и мне было официально отказано, что под предлогом того, что акты содержат некие персональные данные, и поэтому возможности познакомить меня с этими актами в местной администрации нет. Вновь была подана жалоба в прокуратуру, и тоже это ничем не увенчалось успехом, и предписание вам никакого не вынесло. Значит, соответственно, на сегодняшний день вы построили свою работу в местной администрации таким образом, что я, депутат, не могу официально ознакомиться с актами. И мои самые худшие подозрения сейчас подтверждаются на этом заседании, о чем я хочу сказать конкретно. Дело в том, что когда вы предложили мне прийти в местную администрацию и познакомиться с актами, ну, я их пришел, посмотрел, копировать вы мне их не дали, копию не предоставили. И когда я посмотрел, вы сказали, ну, вы посмотрите, и я действительно их увидел, что да, какие-то акты есть. Но вот сейчас уверенности в том, что вы говорите о тех актах, которые вы мне показывали, и о которых след у меня не остался, что я видел именно эти акты, у меня нет такой уверенности. Почему я об этом говорю? Потому что когда вы мне показывали акты, никаких фотографий к этим актам приложено не было. А сейчас вы ссылаетесь на какие-то фотографии, и тем более еще говорите, что я эти фотографии имел возможность видеть, и вы мне показывали. Вы мне не показывали эти фотографии. Значит, мою позицию по этому вопросу вы знаете, что перед принятием бюджета я говорил о том, что до тех пор, пока мы не посмотрим акты, мы не можем... Ну что опять время? Почему перебивает? Значит, мы говорили о том, что мы вносим поправку в бюджет, и это вот сможем рассмотреть только после того, когда свечим эти акты, и то, что есть фактически. Потому что фактически мы выезжали, эти площадки, ну, практически в большинстве своем находятся в удовлетворительном состоянии, замены не требуют. Поэтому, значит, я считаю, что этот вопрос был протащен, значит, первое. Второе. Документы депутатам, документы не показаны. Сейчас вы предлагаете принять это, показали депутату Кравцову вот такую пачку фотографий, и сказали, вы можете с ними ознакомиться непосредственно в зале. Я этих фотографий не видел, я буду голосовать против этого вопроса. Если вы можете дать пояснение на то, что я вам сказал, Татьяна Сергеевна, дайте, пожалуйста. Я думаю, что на моментах свежего дня оборудования, и фотографий, даже если действительно там нет, что они сделали, немного позднее, то они никак лучше не стали, да? Потому что, понимаете, что если в 19-м тогда будут произвели обследование, а какие-то фотографии будут дополнены в 20-м, то в 20-м эта палка не стала лучше, чем была в 19-м. Поэтому не надо на этих нюансах сейчас оставлять в красивой форме ситуацию, однозначно, что документы дают ясно картину, что на сегодняшний день происходит с оборудованием. Почему вы закрываете информацию персональными данными, не даете возможность официально получить документы, потом через месяц-два делаете фотографии, прикладываете, сейчас говорите о том, что все равно так было бы, это некорректное поведение тогда, Татьяна Сергеевна. Просто возьмите себя в руки, вы занимаете ответственную должность, высокооплачиваемую должность, и вы просто не допускайте такой работы в границе. Вот так, как вы протащили ремонт площадок на 12-м, берем руку в границе, я считаю, что эта деятельность, она ограничена с какой-то, ну, близкой к преступной деятельности. Поэтому вы полностью закрыли информацию, и сейчас, ну, немножко выкручивайтесь, получается, вот вы извините. Слово Александру Венковичу, пожалуйста. Уважаемые депутаты, я хочу еще раз обратить внимание, я в корне не согласен с мнением Сергея Анатольевича Полотнова о том, как он это дело здесь преподносит. Я считаю, что действительно это оскорбительно по отношению к главе местной администрации так выражаться, искать тут какой-то преступности, какое-то тут непонятное выражение употреблять. Я тоже попрошу, призываю вас к тому, чтобы вы подбирали все-таки выражение, и если прокуратура вам ответила и не удовлетворила вас, то это не значит, что тут все преступники сидят. Субтитры сделал DimaTorzok